так начинаем запись нашего мероприятия значит еще раз повторю вебинаристы пожалуйста подумайте что вам интересно и о чем вы хотите спросить а ну и собственно очные участники то же самое могу вас попросить и так значит кто я такой меня зовут дмитрий красновский по-прежнему ничего в этом смысле не изменилось абсолютно не осмотреться это правда вот я по-прежнему преподаю в центре специалист разные курсы касающиеся рисунка живописи фотографии видео полиграфического дизайна и прочих разных вещей с этим связанных вот и собственно рад продолжать эту практику я имею ввиду что я не только преподаю спасибо большое я не только преподаю но я продолжаю заниматься этой художественной графической практикой и собственно именно обо всех тех вопрос которые мне близки с которыми я знаком я с удовольствием вам и поговорю да я вижу вопросики хорошо спасибо вебинарские вот ну и я подумал что раз ну то есть многих людей я уверен и собственно понятно что все мы здесь именно по этой причине интересует этот вопрос про то откуда берется вообще-то тут художественная профессия как не люди растут и и чего они могут добиться и я подумал что самое разумное самое простое что в этом смысле можно сделать эту ночь рассказать о себе о том вот чуть-чуть с чего я начинал чего я добился до что мне удалось а что мне не удалось в моей художественной практике вообще мне в определенном смысле повезло потому что художник и иллюстратор был есть собственно он сейчас уже не занимается практика вот так на себя больше балуется вот и в этом смысле понятно что я с детства будут как бы вот в этой среде и в общем довольно естественным образом наблюдал как там шрифты делаются для газеты да и как там все это верстается и как иллюстрации тоже такое там паспорту шаблоны и он вечно сидел за этим просветным столом рисовал какие-то иллюстрации книжкам а рисовал много он был главным художником и литературной газеты и там и издатель социалистки писателей и студии диафильм был главным художником то есть я много чего насмотрелся и естественно фотографии он занимался и я тоже вместе с ним в ванной сидел подсматривал как он это делается да то есть это была такая довольно естественная вещь и никто не сомневался что я тоже буду художником и дизайнером поэтому с двенадцати лет не спрашивай меня хочу завидеть было довольно это обидно в каком смысле потом привык с 12 лет я занимался рисунком живописи композиции то есть то чем занимаются все приличные художественные дети ходил с папочкой когда все футбол с кисточками значит меня там пальцем дразнили говорил а кто говорил ну давай нарисуй что-нибудь клевое ну то есть все было нормально абсолютно я вот этим всем и занимался сначала меня готовили там театрально-художественное техническое училище такое есть которое после восьмого класса тогда 10-летняя была школа можно было поступать потом передумали опять же не я все придумал я был мальчик опять же художественный такой знаете очень пассивный тихий сидел и рисовал вот что я любил а остальное все не любил думать кем бы и там вот кем стать вот это мне было неинтересно но меня решили что он сначала в тх ты вот в это поступать потом обнаружилось что есть такая школа при архитектурном институте где девятый десятый класс проходит художественную практику но если кто-то знает помнит была такая вещь которая звалась у пк учебно-производственный комбинат это когда на девятый класс там ходили в какие-то слесарные мастерские какие-то железяки точили а это было обалденно совершенно реально 50 школа она за кинотеатром форума находилась где у нас вместо пк был рисунок и живопись и мы представить у нас целый день был мы ходили там у нас натюрморты и тюды но такая художественная школа и имелось ввиду что люди туда то есть оттуда сразу поступают в архитектурный институт как бы был базовая подготовительные курсы это считалось очень круто и у нас реально половина ребят поступила в архитектурный институт а вторая половина как я не поступила потому что сделала вид что не может что готова в общем я как-то отмазался вот и потом меня пытались строгановку запихнуть я не запихнулся я отказался запихиваться то есть я осознательно завалил к своему может быть стыду хотя в общем это была серьезная борьба не на жизнь а нас с родителями они меня запихивали в строгановку я завалил русский язык хотя мне удалось тяжело потому что пишу я хорошо грамотно рисунок живую композицию я сдал в чем все было хорошо на пятерку рисунок завалил чтобы лучше не сделать приятное родителям такое сожалению знаете с тихими молодыми людьми бывает у них вот эти вот тихому эти черти войцы и я был непреклонен абсолютно вот и потом в общем у меня началась моя художественная практика с нуля практически потому что я поступил на союз мультфильм художника мультипликатором то есть не мультипликатором такой самый нижний такой уровень у меня был профессиональный отрисовал год полтора мне надоело потом пошел художником оформителем дом культуры и где я плакатные перерисовал шрифты знаете вот это навстречу 24 съезда кпсс на кумаче рисовал там наше достижение там выклеивал фотографии таких фанер ну господи кто знает это все это круто было очень весело там наши победители там там приветствуем участников фестиваля там студенческих театров в общем-то все рисовал писал вашу плакат это практика на самом деле бесценна потому что при современных методах компьютерных это все фигушки такое получше это реально эти широкой кистью подсобки ну и так далее потом значит я решил развиваться и пошел в магазин художником оформителем и там я рисовал ценники ценники обладел искусством писать шрифты вот просто тогда вот зародился интерес к каллиграфии потому что ценники когда в огромном у меня был универсальный магазин я каждый день фигачивал широким пером десятками эти ценники естественно писал навстречу там два очередном там 25 съезда кпсс и все это было достаточно сумрачно но главное что это все создало не очень хорошие предпосылки но эти я знал что весь некоторое ремесло у меня был внутренний протест против этих всех родительских штучек и дальше меня начал очень серьезно носить по самым разным художественным специальностям я позанимался вот этим всем вот этой ручной работой потом пошел работать на еще одну студию которая находилась уже на телевидении творческое мнение экран такое может быть знаете которая делала про поросенка фунтика мультфильм и они почему-то людям нравится но как вот человек которым дело не омерзительно тушек делать было тяжело не плохо их рисовать было неинтересно но на телевидении там много других соблазнов там операторы там режиссеры там новости и меняют случайно я забрал такую какую-то подсобку а там как раз операторы что-то разбирать игрухты чуть такой дай посылать мечта интересовало тоже как кадр я умел строить меня пошел новости этим самым оператором потом стал режиссером новостей потом что-то менять тема кино увлекла я пошел в гик на документальное кино учиться недопоступал потому что он работал с мастером делал фильм как раз это не миг сахаров умер делали фильмы я вот там принимал честь тоже в качестве ассистента режиссера потом опять меня вынесло в полиграфии потом мне позвонил один приятель есть такая хрень классно называется компьютер на нем что-то говорят можно рисовать такого быть не может выяснилось что есть компьютеры есть для них возможность применения и я увлекся безумно трехмерной графикой и тогда еще были windows был доз и тогда там был нортон командир на думаю что большинство просто не знает что это такое в принципе но были такие прекрасные вещи и был 3d studio max 2 версии которая под доз под нортон командир я тогда помню работал мы сидели в подвале на 286 компьютерах это все было хрен знает когда рисовали и это было безумно весело и в общем это много лет этому потратил а тут как раз мне сказали что слышали на этом компьютере есть оказывается такая программа в которой можно якобы что-то верстать не как вот я в детстве это вот выклеивал эти шрифты там литросеты а можно верстать есть специальная программа называется xerox ventura publisher она сделана для так называемой дерзки но естественно тут же сверстал себе визитку на лазерном принтере распечатал чудовищно получилось но меня увлекла тема значит вот короче я все потому я могу это и дальше продолжать это захватывающая история но смысл в том что в общем первые 20 лет своей практике я потратил на такие вот металии абсолютно вот просто шаляй-валяй и меня не останавливал не то что я обженился и жена говорила ты должен ты глава семьи давай шуруй зарабатывай я не зарабатывал потому что я не мог работать как художник приличный тем кем мне было неинтересно и я все норовил работать только тем что душа к чему лежит а душа лежала постоянно к разному я был такой в этом смысле очень не собранный естественно ко мне была главная претензия ну ты на чем-нибудь ну как все многим такое говорят ты на чем-нибудь остановись ты как-то определись да ты выберешь себе вот направление то что это такое ты какая-то неопределенность что за фигня у меня трудовая книжка 1 потерял три штуки первая книжка она меня просто через края вот из нее вываливались вот эти вот записи о трудовых то что я там устраивался три месяца поработал какие-то там рисовал какие-то дурацкие плакаты надоедала ходил на вольный хлеба тут как раз классный заказ и я фрилансером работал и чё-то раба а тут как раз какой-то новый фильм и образ у меня колбасила реально 20 25 лет вот здесь кстати папочки лежат я вам показываю это вот папочки вы знаете я тут просто набрался мужества и нашел несколько картинок из своих старых портфолио которыми я страшно гордился и вот первый из них да вот просьба выключить микрофоны у вебинаристов потому что фонит я просто воспроизвожу просьбу да если можно так вот здесь вот первое из того что я нашел более-менее осмысленно это портфолио 98 года страшно даже сейчас уже вспоминать когда это было это как раз период когда я увлекался трехмерный график и надо сказать увлекался очень успешно сказать ну собственно я сам выглядел когда вот таким примерно образом вот был такой вот такой улыбкой собственно и бродил по свету и с удовольствием рисовал все что мне вот в голову придется а на заднем плане это у меня раскадровка я тогда был очень нахальный молодой человек такой самонадеянный художник и я наш у меня друзья мне сосматривали как называется заказ один заказ представлял собой фильм мультипликационный на пять минут пятиминутный мультипликационный фильм а я был жадный я сказал давайте его сам сделал я знал что мне все по силам я за пять и я сделал я четыре месяца сидел один сам рисованный пятиминутный фильм причем в нем были трехмерные фона я сам рисовал 3d фона и в нем была рисована и классическая анимация двухмерной но сейчас это все без слез не взглянешь конечно то что получилось но вот кадры из этого дивного мультика например вот а сейчас я боюсь не откроешься фотошоп откроется но если откроется подумай ну да сейчас фотошоп будет открываться торга это просто такой довольно редкий формат это оригинальные кадры которые были собственно сгенерировать тогда чтобы лучше непросто поэтому этот мультик он сначала там считался в течение там трех недель потом две недели еще в монтажных это все собиралось сейчас мы посмотрим на эту дивную картинку заранее предпреждаем нет ничего особенного но это просто смешная такая милая наивная картинка который дает может быть любопытным следователям истории представление о том как девяносто восьмом году выгодил трехмерная графика сюжет я даже не буду рассказывать в общем был рекламный фильм одной коммерческой вполне себе компания предприятия им нужен был я написал сценарий тоже я тогда уже провал уже это пробовал делать интересно чудесный кадр из то есть вот это все реально в 3d я стоп то что я буду просто упоем этим 3d идеями из 3d я строил там свет ставил а вот эти вот персонажи это были уже рисованы то есть они как бы на плоских фигурках они там шевелились реально и достаточно весело сделано и вторую картинку могу показать из этого же мультика это вот такой для себя придумал там всякие как бы идеи эффекты очень хотелось создавать свой авторский мир и тогда был этим страшно увлечен а вот это собственно кадры ровно из этого из этих мультиков одновременно я работал на одной студии где занимался очень потрясающей совершенно работой я делал трехмерные мультики для английского художества тоже мультика про приключение каких-то медведей в космосе как чушь бельберда ужасно но им нужно им хотелось были 3d шлиф она когда это было очень модно и популярно я отрисовал вот такие цити объекте одновременно занимался халтурки белки то архитектурные проекты тоже в 3d делал это тоже кадры для каких-то мультиков земной шара я делал у меня неделю просто считался с этой атмосферой я просто запарился это был собственный авторский такой художественный проект я хотел добиться такого сверх реализма натурализма это был мой собственный проект у меня тогда были сценарии описал то есть тогда уже я что-то делал это для каких-то телепередач рекламных это еще до каких-то роликов этого для банка я визуально здесь такая штука называется визуализация да многие 3d штуки это делают это занимался визуализацию для них придумали логотипы и вот для этого как раз мультика про медведя какая-то студия там и сайты чем я все заметил в 3d и сайты даже я делал как бы для них все равно в 3d и для передачи утренняя почта сделал заставку в 3d тоже был такой там момент была такая передача вот ну то есть в общем вот это вот мое портфолио чем я страшно так гордился сейчас конечно это действительно без слез не взглянишь и ну так ничего конечно ну для молодого дизайнера то ну понятно что это все в общем так довольно проходные такие работки вот так вот возвращаясь к исторической так сказать биографии да дальше меня стал носить еще больше я сам чувствовал что это не очень правильно потому что вот картинки из моего портфолио уже даже прям я тогда уже и сайтами начал заниматься это уже пятый год уже чуть чуть ближе к нам по времени я себе сам придумал дизайн вот такой дизайн своего сайта он у меня реально существовал я писал какие-то статьи и вот я сделал портфолио и там и логотипы причем у меня к тому моменту у меня уже довольно был хороший набор логотипов которые я делал для разных фирмы и крупных в общем достаточно и поддержка фирменного стиля я делаю то есть короче я общем занимался довольно большим количеством работ я с одной стороны носила и это было плохо с другой стороны я приобретал огромное количество опыта я был в этом смысле жадный и вот за все хватался за шрифтовые работы и за фирменный стиль и логотипы и за видео и за 3d и за анимацию по насчет это всего нахватал бесконечно этим с удовольствием занимался упаковкой какой-никакой там и коробочки делал то есть в общем пахал как лошадь и совершенно вот схватался за все просто подряд и в общем так продолжалось очень долго так продолжалось 20 лет и надо вам честно сказать что все это было на довольно таком эти ну шерпотребным уровнем я не хватал никаких звезд я никогда не у меня не было идеи стать знаете великим дизайнером там устроиться компанию кока-колу например там не завидают вам одним дизайнером потому что не было скучно это отчетливость он понимал в самых лучших местах и работал максимум полгода это плохо но я в данном случае об этом честно рассказываю чтобы было понятно что что так тоже бывает дальше что вот выбрать одну специальность я даже сегодня кто-то меня спрашивал дескать как стать великим дизайнером художником в одном направлении я честно могу сказать я не стал я не мог потому что мне нужно вот эту всеохватность и на самом деле просто так сразу большое количество времени проглатывая могу сразу сказать что спустя 20 лет после начала практики я добился того что я знал очень много обо всем и так и не смог определиться со своим со своим направлением и мне стало хорошо лишь тогда вот если честно совсем да когда стал преподавать потому что вот сейчас преподавая преподая но теперь когда я преподаю я понимаю зачем это все было понимаете ну как бы хорошо задним числом так вот философски осмыслить свою практику сказать что у меня 20 лет колбасила вот теперь зато я вот преподаю действительно и полиграфический дизайн и шрифтовой и вот и все на свете и рисунок и живопись и все это пригождается да но в общем это честно сказать это не та участь которую бы я пожелал вот дизайнерам да потому что все таки у меня это случилось силу но определенного инфантилизма в силу определенных там проблем с родителями до каких-то этих протестных подростковых реакций которые очень долго мог изжить и и в определенного как бы не умение встраиваться в систему и в этом смысле я должен признать совершенно отчетливо что это что вот я сейчас говорю на курсах дизайнеров что если ты хочешь заниматься чем-то и добиваться успеха нужно встраиваться в социум нужно встраиваться систем это очевидно совершенно потому что есть два пути либо ты встраиваешься и тогда ты по этой лестнице начинаешь двигаться и по второй путь ты отрицаешь систему и ты будешь я художник я так вижу ну ты художник но тогда сиди и пиши свои картины когда ты помрешь ну простите за прямоту да через 20 лет люди скажут какой был прекрасный художник если вас устраивает такой вариант ради бога то есть может повезет и при жизни признают да в конце концов есть прекрасные художники которые живут там да сейчас и до запад многие уехали но это такая случайность понимаете такая вероятность что тебя заметят известно например что сейчас очень большим сейчас уже даже не так но некоторое время назад очень большим спросом пользовалась новое русское искусство такой неореализм когда там художники целая плеяда во время перестройки была да которая брала там автобусные билетики выкладывали большой холст рисовала такой знаете примитивистый автобус внизу писала оляпистым шрифтом там автобусный билетик это продавалось за миллионы на сотбис да потому что это новое русское искусство это дыхание свежее это вот это было невероятно популярно ну кто успел тот и съел что называется да они сейчас все благополучно уехали они стали такими сытыми жирными метрами и в общем уже все это до лампочки все эти вещи они просто эксплуатируются вот эти свои работы по-прежнему на таких частных коллекций при том что они не вот по моему убеждению они не являются художниками это просто успешные такие коммерсант для которые хорошо грамотно раскручивать свои работы также как и есть успешные фотографы как сегодня я приводил например вот эту замечательную фотографию рейн 2 ну это это фотограф от если просто отследить его биографию который на протяжении многих лет просто сознательно делал себе до имидж дорогого фото на это чисто коммерческий такой прием также как и он существует не художественной сфере существует в маркетинге такие истории например известный про то как компания которая выпускала сигареты парламент она хотела выбиться на рынке она сделала совершенно циничную вещь она стала выпускать те же сигареты что там камеробл мальборо все что угодно просто в два раза подняла цену просто больше ничего не сделала люди стали думать что у раз они в два раза дороже значит это крутые сигареты очевидную совершенно вещь художник шилов которому обыкаться уже да я про него же сегодня поминал и которую не любят все художники прекрасный маркетолог изумительно совершенно он начал раскручиваться с того что он начал говорить о себе он за себе стал говорить что мои работы в коллекции английской королевы мои работы в коллекции там президентов в сша и это было до некоторой степени правда нужно знать как поступал так каждый может поступить он он по фотке конечно он по фотке рисовал английскую королеву по фотке просто вот как тупой знаете вот ремесленник который сидит в переходе и рисует вот около на крымском полу продается найти эти все работы по фотке рисовал английскую королеву в кудельках упаковывал в упаковочку писал самый букингенский дворец английской королеве отправлял висит она в ее в замке или не висит это уже никого не касается он подарил английской королеве свою работу вы слушайте я умоляю каждый может сделать берете почеркушку рисует запечатываете в конверт и всем говорить я подарил английской королеве свою вчерашний шарж она у меня в частной коллекции он сделал буквально такую хрень понимаете и он просто разослал все вы видите меня опять же зураб царит или может быть и душевнейший человек но то же самое всем раздал свои работы использовали них не используют кому какое дело я работал для мексиканского правительства я работал для правительства сша для нью-йорк повесили просто грамотный коммерсант это я все просто к тому да что нужно либо жить по правилам социума либо работать как автор в надежде что у тебя что ты что оттуда капает настало вот так что понимаете делать карьеру вот в художественном плане можно и вот есть два тысячи принципиальных пути в первом случае да если выстраивается солнцем вы начинаете жертвовать своим творческим я но вот хоть и три это то чего я не смог сделать то что я отказался делать да потому что но нужно наступать на город свои песни нужно смотреть на вещи реально да если ты и встраиваешься значит ты играешь пляжу под дубку это общество если ты назвался веб-дизайнером значит и делаешь веб-сайты такие какие тебе хотят заказчики да я сейчас совершенно не кривя душой сейчас я это понял несколько много лет уже назад до что назвавшись дизайнером ты становишься работником сферы обслуживания да это уже не обидно звучит по юности для меня бы это звучало очень обидно но это на самом деле не обидно это правда так и есть да потому что ты работаешь для людей ты работаешь для себя если ты автор и художник ты работаешь для себя но ты в общем грызешь сухую корочку хлеба как правило ну а если повезет значит не грызешь опять же есть в моей практике вот в моем так сказать окружении до успешные случаи когда художники чистые художники они очень хорошо себя чувствуют и хорошо живут но у них для этого должна быть вот эта вот художественная фишка они должны придумать вот что-то такое вот художественное да вот что будет отличать их от других как вот те художники про которые говорят с этими автобусами билетиками да или у меня была например замечательная подруга маша мы все тогда были молодые и занимались всякой ерундой и тогда была перестройка и всем все это было интересно маша разрисовала матрешки но она их разрисовывала не просто мордами матрешек она их разрисовывала всякими милыми сюжетными картинкам например на большой матрешки нарисован нарисована большая свеча она маленькой свечки она то есть мысль на маленькой матрешка поменьше но последний агарочек свечи для милая романтическая история как бы про жизнь и смерть клёвая идея клёвая простая конечно простая но она ее придумала она придумала ее вокруг толпилась много вот этих милых восторженных каких-то итальянцев американцев которые бежали вау раша которым из которыми там водку пили они нам там альбора давали и все они балдели от того что может идти в квартире там на гитаре играть они ни хрена не понимали сидели пьяные абсолютно счастливые потому что они просто окунулись в другую реальность и когда им выносили вот этих матрешек они просто они рыдали они заливали весь пол слезами дрались за право значит увести к себе в англию вот эту вот матрешку и поставить там на камину понятно что через десять лет такой практики маша вышла замуж за англичанина и сейчас в англии прекрасно рисует и придумывать себе какие-то другие вещи она по-прежнему придумывает уж она хороший художник действительно да но это это ей повезло в общем выстрелил да и есть толпа художников которые никак не реализовались которые по сей день пишут картины на заказ и я видел эти картины и я думаю вы понимаете что такое картина заказ это когда приходит перец и говорит слыши братану на день рождения надо вот его мерсей вот его фотка да вот он в трениках здесь встанет его приодеть так в пиджак галстук да напиши картину метр на полтора вот чтобы чуваку мы хотим сделать приятное да вот художники как живут что вы думаете они пишут маслины знаете ли в греческом стиле что нихрена извините подробно подобно они работают вот таким вот образом они пишут на заказ если ты хочешь писать в стиле ван гога и подсолнухи ну значит неси их опять же переход у крымского вала и там может быть какой-нибудь случайно иностражка у тебя одну работу в месяц вот это может быть невеселая но правдивая история о том как все это происходит в художественной практике и действительности чтобы продолжить да вот это чтобы ну как даже завершить даже немножко этот кратенький рассказ о себе с еще бы какими замечаниями вот я вам показал кусочки да из на первую очередь естественно из моего вот этого портфолио 5 года я поскольку занимался еще и фотографии ведь я стараюсь рассказ вести обо всем сразу как я честно сказал в художественном направлении имею ввиду эту и фотографию и видео даже и там рисунок и дизайн я например действительно как я сказал с юности фотографировал и мне казалось что это тоже хорошее направление первые там много-много лет я фотографировал для себя у меня был чудесный фотоаппарат зенит пленочный естественно я пленку проявлял в ванной а в юности в подростковом возрасте еще и каких-нибудь знакомых девочек естественно приглашал это незабываемое ощущение да в темноте так дыша в плечо друг друга так посмотреть как это вот там значит фоточка такое волнение от всего вместе просто голова окружилась это было круто и собственно потом я уже один и уже было взрослым и уже с женой собственно также в ванной мы сидели в темноте эту пленку проявляли и фотки печатали и я этим никогда не собирался заниматься профессионально но так выяснилось выросло да вот когда вот цифровая фотография появилась я был дизайнером и часто возникал этот вопрос мол дескать вы дизайнер у вас нет фотограф потому что нам для каталога надо фотки снять я подумал а что собственно ждать я в этом смысле всегда был будучи разбросанным человеком я за все хватался когда мне звонили говорят слушай нам нужен фотограф я говорил я фотограф что же вы меня-то не зовете да и потом спустя несколько лет появились даже целая так сказать группа моих заказчиков которые меня восприняли как фотографа не зная что я дизайнер то есть даже такие потом появились да то есть совершенно разноплановые были люди так вот я просто к тому что я начал снимать достаточно активно и как это тоже часто бывает я все свои работы считал чудесными произведениями искусства это я вам понимаете опять же вот честно рассказываю все плюсы и минусы как бы подводные камни того как становиться художником художником быть тяжело потому что что не нарисуешь а все кажется что это великое произведение да и непонятно то ли это сразу продавать да то ли еще на стенку повесить то ли может подарить как лучший подарок лучшему другу на самом деле вот если картинку такого случайными такой был там пару лет она у меня завалялась но друзей таких не было кому столь прекрасное произведение дарить нужно было через пару лет смотришь думаешь боже мой какое убожество какая фигня на постном масле абсолютнейшая совершенно и то же самое с фотографии я помню вот эти свои первые фото работы до которые я делал либо боже мой это какая вообще мощь сила вдохновения никто так не сделать я когда эти работы выкладывал на свой сайт я помню что я думаю вот сейчас выложу так чуть побольше то сразу сопровод но я сам как дизайнер черепер чужие работки чужие картинки ну ну там для клипа арты откуда-то ну вы понимаете совковая практика отечественная она такая да нашел что-нибудь нужное хопа и все нашли там на какой-нибудь савеловский митинский рынок там найти продавались такие диски там 10 тысяч картинок там лучшие клип арты покупаешься на всю жизнь там бабочки там 300 штук какие-то физиономии там 500 и вот это вот чем это все люди также из интернета нахапывали и думаешь хренушки я не отдам свою работу в клип арты в чужие да то разойдутся мои прекрасные произведения поэтому чтобы их спасти от чужих да денис именно так украл бы тюрьму так собственно и было но тогда поскольку всем было наплевать в общем на это все друг у друга перли и даже никто об этом не думал вот так вот чтобы не дай бог не сперли мои гениальные произведения я выкладывал свои работы очень сильно ограничивая их по размеру ну поскольку я работал в фотошопе я понимал что единственный способ сделать картинку просто маленькой из из джипеги сделать высокую компрессию я думаю понимаете о чем идет речь да она вся будет такая пусть посмотрит зато уже фигушки возьмешь я ограничил меня бы я поставил себя предел 450 пикселов по длинной стороне по длинной стороне то есть были вот такой сенький картиночки ну потому что на экране посмотришь хоррэ остальное если что из своих рук значит их принесу портфолио покажу я сейчас смотрю на эту работу идиот то есть что вот в каком смысле но тут даже тут еще более-менее приличные ну как относительно работы да но вот эти вот все картинки до вот такого типа но вот я их вот все на свое портфолио выкладывал ну они ничего понимаете ну как ну для клепарта такого знаете паршиво среднего клепарта они может быть если сильно попросить их может быть кто-нибудь возьмет да но понятно что на они не совершенно не претендует на роль вот этих вот произведений ну милая конечно собачка ну конечно она милая я знаю вот на курсе по фотографии привожу в качестве примера мне не стыдно за эту работу но считать что это вот дивное произведение художество искусство никак нельзя ну да ну ничего так прокатит в общем если опять же сильно портфолио портретные какие-то работы да там в чем я имел наглость предлагать там в области фэшн индустрии да когда мне говорили а вы занимаетесь фэшн съемку я делал обиженную груду конечно приносил эти почки вот видите я снимал ну дело в том что заказчики они такие же бестолочи к сожалению часто бывает как и собственно дизайнеры и фото хорошо и давали мне просто душно значит заказики я думал хопа и круто было и это уже был уже как бы новый уровень портфолио понимаете одну как цеплял за другое и и вот на этом этапе я понял для себя одну очень важную вещь что портфолио не должно расти вширь вот это мне кажется очень важная вещь вот я как себе сделал портфолио в том же 90 там каком-то году в нем было там 50 работ у меня до сих пор вот я считаю мою портфолио все но сейчас может там работ 70 просто за счет того что я все таки больше сфер да но я делал свое портфолио за счет того что я заменял старую работу на ногу это совершенно естественный такой процесс потому что открываешь свою портфолио я специально его храню чтобы не было стыдно свои старые портфолио распечатаны открываешь думаешь как я мог вы убожество вообще какое немыслимо как ведь идиоты согласились за это деньги заплатить еще они потребовали к моральной компенсации да за это уродство серьезно совершенно говорю это вот без самоуничтожения ну ну что может сделать там человек в эту три года там дизайнерского стажа до который еще хреново опять же простите меня за прямоту владеет программе это сейчас я понимаю что я более-менее в фотошопе в последние годы разбираюсь но когда в нем работал там первый год 23 да и думал что ты уже все знаешь и как это дико смешно выглядит вот когда я в полиграфическом институте преподавал недавно сравнительно да ко мне подходит моей там студент подходили там на третьем четвертом курсе первый год изучают фотошоп смотрите я сделал тут логотип классный да вот правда а я смотрю логотип значит которым использованы эффекты значит тени эффект обводки контура эффект внутреннего свечения эффектный босс да белый ландом босс выдают смотрите я нашел какой класс на штуку что-то я смотрю никто не пользуется а я нашел его послушать спрячет и никому не показывали никогда ни один приличный дизайнер этого не использует это не как почему я же вот я смотрю вокруг вот крутых работах это уже нет именно поэтому этого и нет позор это 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 неприлично а я это тоже вот когда я был юным нижней к этому не объяснял я не учился полиграфическом сути кстати учился в результате вовгики на режиссуре у меня туда все-таки унесло и это тоже мне тоже в свое время очень помогло то есть это я была принятие потому что в портфолио тоже надо относиться критично и не расширять его а улучшать его качество очень важно такой портфолио безусловно для дизайна для дизайнера это очень важная вещь и как было вот что называется в мои времена так и сейчас смотрят не на бумаги нет документа конечно на портфолио разумеется свидетельство центр специалист это но понятно это вещь это круто это сила да но а все остальное в общем не силы и не крут и вообще ни к чему да я уже говорил сегодня в разговоре что многие дипломы того не стоит в принципе да вот например я скептически действительно отношусь британской школе и горжусь тем что я туда не пошел преподавать хотя не назвали потому что я считаю что это не очень честно они поступают это такое ну как подъем денег на имени это как вот к шилову идти учиться в эти ну то есть можно пойти за миллион учиться у шилова потом говорит что я учился у шилова но но вот это как-то не очень мне кажется все таки нет британка конечно не шива безусловно гораздо круче на порядок круче и несомненно там не дураки работают и там все очень хорошо просто когда они говорят что мы вас научим быть дизайнерами это просто попутное замечание имеется ввиду что вы станете дизайнерами для например если вы поедете жить в англии или если поедете жить куда-то туда да или если вы будете фрилансером работы для каких-нибудь импортных изданий работать идти в советские там не знаю в автосервис именно в фабрику дизайнером мебели закончив британку бессмысленно это это абсолютно пустое это несовместимое понятие эти наш менталитет отечественная он не предусматривает вот тех особенностей которые есть в этой британке и наоборот соответственно они друг друга просто ну как бы игнорируют уйдешь британку учиться ты просто не знаешь что есть вот это вот реально с автосервисами с магазинами с ценниками с досками почета со всей этой фигней а это не предусматривает вот этих вот тонких эстетических концепций визуализации медитации трансформации образа это вообще на чем никто не понимает эта фотография которая тоже считал хорошие то что это невероятное авторское открытие то есть я думаю какой то я тонкий вот как бы интересный композиционный решет но это неприлично в общем на самом деле ну то есть у меня в общем много тут такого разных много фотографий вот из работ восьмого года меня тогда вынесло довольно сильно графический дизайн но вы знаете я вам хочу вот эти вот картиночки я не случайно отобрал дело в том что к восьмому году то есть уже соответственно лет десять назад к этому моменту я начал чувствовать что вот это вот моя широта она уже является моим достоинством то есть если раньше я думал что те кто мне вот объясняет да что надо сосредоточиться на одной специальности это хорошо то к этому моменту я понял что моя широта охвата это само по себе хорошо и не надо мне вот этой вот одной определенности потому что вот это вот конкретная работа над конкретным совершенно сайтом я к этому времени сделал уже очень много логотипов я их умел делать я сделаю хорошо у меня есть уже набитая что называется рука поэтому когда появилась фирма который нужен был дизайн они сказали вот вы давайте сделайте нам логотип нет проблем я не сделал хороший грамотный логотип чего делая его по всем правилам то есть сначала я им представил несколько новых образцов да вот с нуля как они так сказать были какие-то идеи это вот вот это все что сейчас показываю это была как бы первая прикидка да то есть вот эти плюс вот эти образцы это все было сделано сходом с нуля причем вот на что я хочу обратить ваше внимание и чем горжусь я считаю по праву горжусь это тем что это все разные варианты часто очень начинающие молодые дизайнеры они предлагают вариации да то есть там там желтенький лимончик слива там синий квадратик справа а вот другой вариант раз наоборот 3 вот здесь желтый желтенький а красненький лимончик но квадратик уже быть а мальчик это одно и то же это я считаю что непрофессионально это позор так нельзя я считаю что если ты предлагаешь варианты это должно быть концептуально разные варианты это очень важно тогда ты считаешь себя нормальным мне кажется дизайнер вот эти варианты они разные да я поэтому горжусь тем что вот они все реальности это с нуля человека и дел это бесплатно опять же многие дизайнеры приходят и говорят вы знаете сначала давайте аванс там 50 процентов предоплату после этого я начну шевелиться я считаю что нужно идти друг другу навстречу то есть к этому времени десять лет назад я это уже понял что когда приходит человек и вы сделаете мне что-нибудь красиво и прыгайте сейчас я вам сделаю сначала эскизы мы убедимся что мы друг друга правильно понимаем да если вы сочтете что я понимаю вас правильно вот тогда мы будем говорить про вас вот мне кажется так правильно да потому что не надо из клиента отжимать все последние деньги и благодаря этому у меня клиенты держатся по 10-15 лет они ко мне возвращаются и просят еще у них там новая рекламная кампания у них новый офис открывается они делают ребрендинг они знают что у меня с ним нормальные отношения это вот была первая история потом на основании выбранных одному из этих вариантов я им сделал один вариант понравился я им предложил разработку уточненную вот это уже как бы входил в обязанности мы да вот это вот я сделал разработку такую вот соответственно и это тоже была уже уточненная разработка на основании вот этого всего они уже выбрали окончательный вариант то есть это была довольно такая большая объемная работа я им сделал вот эти варианты я им же сделал сайт на основании привязать естественно к своему вот этому дизайну причем сайт я к этому времени уже у меня самого делать поэтому все вот эти вот штучки это я все сам собственными ручками сделать сверстал там язык рст мы все дела этот конструкции все это я сам разрабатывал дону другое дело что свои при технические проблемы но факт что это вот как бы все было мной от нуля до конца разработки графические элементы и фотографии я сделал потому что он готовый нам вот для этого раздела нет фотографий нет проблем говорил я я приехал обработал сфотографировал длина ручки им все это отснял и в этом смысле я реально был крутым дизайнером я был на расхват и это знал этим пользовался я и это действительно был для меня очень очень приятно и удобно вот и вот этим вот собственно я благополучно и с удовольствием занимался для этой компании и я же для них же разрабатывал вот такого рода вещи это фирма которая занималась рекламу сама рекламный материал рекламного оборудования поэтому я там стал разрабатывать стенды я стал разрабатывать конструкции я в 3d все френдерил то есть я был просто вот на все руки мастер я кайфовал именно от этого другое дело что пришлось очень долго ждать пока я стал этому радоваться 20 лет это большой срок отметить что так свети уныло рисовать всякую фигню и думать когда же закончится где живут тот заказчик который наконец даст почувствовать себя хорошо ну вот и верстал я сразу вот эти буклетики не могу сказать что это хорошо сверстана но во всяком случае я соответствовал тому что от меня хотел заказчик и обклеивал еще и машины сам это тоже было очень весело и круто это вот восьмой год до соответственно и вот еще одну хочу показать вещь очень какую не тривиальную это 14 года тоже страны недавно такая небольшая халтурка она это картинки о другом они о том что мне однажды позвонили люди из какого-то молодежного объединения которая которая занималась вы тоже каким-то дизайном и сказали вы знаете есть такая ассоциация инновационных регионов россии ну какая-то государственной организации у которых там крайне честно сказали удалось отхапать немножко денежек они хотят там провести знаете как это вот селигерский там слеты какие-то молодежные они хотят сделать слеты им надо для лектор докладчика главного сделать слайд красивый чтобы он смотрел и дальше они скажут смешную вещь ну мы вот у нас есть дизайнер конечно молодой пока еще мы ему поручили это сделать но он к сожалению не очень хорошо справился не понравилось клиентам как он это сделал они мне прислали но это был знаете чудовищно там доклад на тему экономического развития регионов куча цифр какой-то билиберды о том что мы достигли до в следующем году наши планы учитывая особенно вот это вот все он просто взял текст этого доклада выбросил из него совсем уж воду и все эти абзацы и там на синем фоне красными буквами значит сверстал второй слайд там зелеными буквами на желтым фоне сверху вниз так по кружочку поставил да он считал что как бы сделал вот эту вот презентацию визуализировал то есть чудовищное количество текста потому что он просто не понимал как я все время не понимал что от него требуется они как вот нам сказали это чем я через контакт нашли через моих учеников нам сказали что вот вы как бы это все убить и вы знаете я ну как сказать между двумя затяжками сигарет это еще покурил сейчас я уже бросил нет четырнадцатом году я уже не курил в общем между двумя какими-то там другими делами я там часа за два за три сляпал им значит вот эту вот всю историю мне это было очень легко они были счастливы и в восторге знаете это такая смешная очень вещь потому что эта вещь ни о чем это вот просто знаете вот как бы сделайте мне красивый из чего-нибудь еще я не знаю но чтобы было круто весело броско и ярко если бы я был начинающим дизайнер я просто не понял что делается но поскольку я уже слава богу к этому 20 лет работал с людьми сразу да я понимаю что имел ввиду поэтому я сделал несколько очень простых вещей во первых я знал что естественно в слайдах не должно быть много текста должно быть просто такие броски до ярких картинки с маленьким количеством текста во вторых должны быть ядреные яркие цвета в третьих как я сегодня между прочим на занятии упомянул это важное дело а фон имеет очень большое значение однородный пустой фон это тупо это неинтересно надо делать яркий пестрый фон четвертых нужно однотипность то есть люди должны видеть что это серии поэтому нужно использовать одни и те же примерно приемы и в пятых нужно использовать какую-нибудь броску какую-нибудь чисто визуальную вещь которая делается легко а за 20 лет практики уже наловчился это делается рука сама идет там фигурки человечки ручка какой-нибудь да то есть то что смотрится вау клево узнается а делается элементарно и я просто быстро настрочила вот реально за три там четыре часа вот эту всю историю шрифтик выбрал такой бойкенький кабель и пошло дело вот это вот раз там дышь дышь это там вот просто я знаете сидел от реально просто говорил по телефону вот просто эти стрелочки вот эти вот какие-то яркие красивые штучки причем это такая пестрятина ужасные тошнотные на самом деле но заказчика вау круто это то что нам нужно я знал что он так скажет потому что я им для этого и делал вот эти вот придумал зелененькие например ручки нравятся красные не нравятся простая элементарно вообще вещь да но просто я ее так вот цинично по всем от прогнала и все были страшно довольно того фончики и все ну и там вот было в там штук 30 что или 40 этих вещей это я вам показываю потому что на определенном этапе ваши навыки начинают работать на вас то есть если вы долго мучаетесь да то потом наступает прекрасный момент когда вы пользуетесь вот этим своим наработок опытом да и именно потому что дизайн в частности эта сфера потребления это не искусство вам никто не скажет что же мелок месяц назад использовали значит этот образ а тут опять то же самое да это это попса простите опять же за примут дизайн это попса вот в подавляющем большинстве не креативный дизайн вот такой вот расхожий дизайн что дизайн сайтов он весь базируется на одних и тех же вещах вот эти кнопочки прямоугольные с выпуклостями но они хорошо работают чужие но но это изобретать да если придумал какой-то прием значит ему надо пользоваться и в этом смысле спустя какое-то время довольно большое ваши наработки начинают вам приносить огромную пользу да потому что вы работаете легко с удовольствием вы вам все понятно вы смотрите сверху на других начинающих дизайнер потому что за вашими плечами именно ваши наработки ваш опыт это очень ценно это то что реально круто примете вас потом долгие годы будет поддерживать и собственность вот это мне действительно дало очень действительно много всего я это знаете почувствовал был такой момент году наверно десятом я преподавал опять же в полиграфическом институте все тем же дизайнером мультимедийщиком и я помню что я им мы с обсуждали курс был там дизайн и там фирменный стиль я рассказывал про фирменный стиль верным давайте сделаем такое задание придумайте сейчас фирму вот исходя с места и этой фирмы придумайте логотип и вот я им значит они придумал кто там какие строительные фирмы как-то какие ну и смотрю я таки немножко знаете на студенческие беспомощные ножка работки буковку там как-нибудь одну в другую вставить там квадратик нарисовать и один студент убежишь вот а чё тут сделал я говорю ну смотри рассуждать здраво у тебя фирма который смыть там риэлторской деятельности поэтому качестве основного образа давайте давай домик использовать там современ и я ему рассказываю и рисую сразу и рисую и почему я как бы ему просто объясняю в чем эта логика а и спустя там минуты две когда уже ему все нарисовал в общем весь фирменный стиль практически а он говорит а это говорит это вы вот прямо сейчас вот непосредственно тут ну как бы на моих глазах вот прямо сделает игры ну как же ну да вот же ты мне там задание да вот как дал эти буквы из которых они стоят вот название вот эти сделал и по его вопросу я понял что я сделал что-то хорошее я присмотрел учить ну хорошая нормальная такая работа я этот был момент очень классный когда я понял как вот эти 20 лет практики как они сказываются понимаете поэтому этот наработка практики наработка опыта наработку этих пусть шаблонных но представлений которые есть у вас которые на вас будут работать вот это очень важная часть в работе дизайнера который нужно обязательно накапливать вот это вот свою библиотеку ну вот вот такая вот в целом история еще раз повторю я не могу сказать что я самый правильный дизайнер потому что все таки наверное действительно лучше выбрать какую-то одну узкую специальность но с другой стороны мне нравится что у меня очень их много этих специальностей вот я абсолютно об этом не жалею я считаю что еще маловато этим всем занимать потому что сейчас я для себя занялся в гончарном делал может кто-то у нас есть там вконтакте я там выкладывать свои какие-то работки гончарный делал еще там музыку немножко пишу там ролики какие-то снимаю то есть я вот всем этим занимаюсь свое удовольствие мне это все очень нравится и и главное что я очень рад что я могу это все еще и рассказывайте преподавать потому что для себя это все было бы не так интересно а вот то что этим можно поделиться вот это вот очень для меня лично большой кайф вот сейчас вот собственно это то что я вам хотел в двух словах рассказать да и теперь мы можем поговорить о том какие есть вопросики я не спрашивает интересует как научиться создавать профессиональные дизайнерские решения для веб-сайтов ну денис понятно что в общем да я наверно ответил на этот вопрос я так сказал что нужно конечно нарабатывать вот свои собственные вот эти вот ходы которые будут вам помогать эффективных решений их ведь не так много на самом деле да согласитесь что есть достаточно много хороших учебников где рассказывать там от корки до корки про все ключевые моменты которые должны быть да и там про поисковую оптимизацию и про там контентную часть да и про навигационную это все есть и в этом смысле нужно придумать какие-то вот свои пусть они постепенно выработаются эти решения и дальше их эксплуатировать просто цинично опять же извините эксплуатировать но не в том смысле что одно и то же воспроизводить а подстраивать вот эти свои решения гибкие для конкретных задач и на мой взгляд это самый будет эффективный путь учитывая особенность личность заказчика это все и создавать это будет мне кажется очень эффективно вот сейчас разрабатываем дизайн для косметологического салона наработки хотелось бы услышать мнение сейчас попробуем открыть ага это это вот те которые занимаются всеми этими ботоксами и прочими вещами да я понял значит я знаете так знаете что называется очень коротко на вскидку могу вот что сказать что сейчас я попробую еще раз я понимаю главная страница которая должна загружаться честно сказать меня пугают крупные большие лица с воткнутыми ну не воткнутыми а в них иголками я понимаю что это очень специально я понимаю что он недоработанно что это сырое потому что есть сейчас говорю что он на себя обращает внимание нет ну разумеется понятно что тут еще какие-то навигационные вещи просто первые впечатления это первое да то есть я была на эту тему подумал у меня бы смыть его во вторых значит вот есть уход за лицом есть убью ревитализация вот сейчас я нажал на сюда и она все съехала в левую сторону да и понятно что здесь как бы произошла некоторая картинка нажимая вот сейчас сюда вот на эту сторону я бы предположил что она должна сдвинуться в обратную сторону вправо она сдвигается туда же то есть она против противоположное движение еще раз я не говорю что это все готовы на просто вот то что я вижу то что обращать на себя внимание она вот я об этом сообщаю структура материала вот вся структура сайта чисто визуально она мне кажется довольно рыхлый то есть здесь вот знаете когда смотришь на сайт на печатное издание на любой материал он должен ясно быть структурирован да то есть у нас у всех есть такая потребность структурировать информацию и вот на курсе по дизайн рекламы я это очень много про это рассказываю космос полиграфический дизайн даже искуску композиции я везде рассказываю про то как должна выглядеть полоса и в каком порядке мы воспринимаем информацию вот человеку есть потребность все структуре да если мы оказываемся в куче там 10 неизвестных нам непонятных вещей мы невольно начинаем их сортировать так здесь три синих а там семь красных что это значит то есть мы пытаемся понять именно структурировать информацию вот здесь она вся рыхловато знаете вот здесь вот чисто визуально есть вот одно вот это вот выделение да вот на две части внутри которых все так вот расположена довольно рыхлого то есть или какие-то опорные направляющие или более четкая структура полосы да мне кажется вот это здесь бы не помешало вот эта штука тяжеловато что-то мне кажется я бы сделаю и посветлее или помягче или нашел бы ей более тонкая вот этой вот плашки да или какой-то более тонкую поддержку например подвал да сделал бы тоже темным чтобы они смотрели гармонично ну то есть разбирать можно долго так но вот в целом как то вот так это это самое что ли если если это она кто я бы не стал бы ее использовать образ я не уверен что вот именно то есть возникает доверие что к тому что именно вот это вот тетенька пользуется вот этой вот средствами именно этой компании да это сразу вызывает ощущение такой но некоторые я понимаю что это может быть просто рыба да ну как бы вставлена еще раз оговорю да что мы говорим о том что и что я вижу сейчас буквально да ну вот такая вот история если в двух словах так чего еще как я отношусь к работам артемия лебедева неоднозначно понятное дело артемий лебедев был хорошим дизайнером он был замечательным талантливым и креативным человеком просто немножко на мой взгляд мое личное мнение абсолютно личное я совершенно претендую что она правильно он немножко съехал с катушек он стал ощущать себя слишком великим человеком многие славятся на его книгу которая называется поводство как бы ну там про то как делать дизайн знаете эту книжку читать очень тяжело потому что не отчетливо видно я это просто знаю отчетливо видно где он еще хороший дизайнер его интересуют проблемы шрифта где его интересуют проблемы композиции где он пытается объяснить людям как это сделать хорошо и часть этой книги видно где он уже стал просто из маэстро где он объясняет что все что я вижу эта хрень и вы если хотите пытаться вы должны работать как лошади а вообще-то лучше не пытается потому что вы собьете себе и вообще ха-ха-ха дураки все вот к этому все сводится это прямо видно вот прям вот по годам как он просто его просто уносит 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 поэтому понимаете к его работам относиться однозначно тяжело можно ли то есть относиться к его ранним работам как хорошему дизайну или там его же логотип ну конечно можно он реально хороший дизайнер да можно ли всерьез воспринимать его фирменности для гипермен по моему сделал виде красный вот этого таркета буква п да я считаю что это уже просто ум за разума человек зашел немножко да ну то есть то есть в общем неоднозначно к сожалению но и наблюдая его посты фейсбуке понятно что его уносит уже и не только по дизайнерской линии а куда-то и по общественно-политической но примете как великий человек в смысле как считающийся великим человеком он считает что он не может молчать ему нужно высказываться по всем отраслям знания и жизни это вообще если так на секунду отвлечься с философской точки зрения что он смешная мне кажется история когда носителями культуры вот вы вдумайтесь носители культуры носителями правды вот носителями понимания того что такое правильно являются не не философы а актеры певцы да там человек который там спел там какую-нибудь песню его приглашать в качестве эксперта блин горелый мне извините ради бога да какую-нибудь передачу это вот какое ваше мнение то вот по поводу что будет дальше со страной ну я вообще там басков опять же я к нему хорошо отношусь но это просто басков это не философ это не мыслитель это не ключевский понимаете это просто басков который песни поет да с какого хрена дело но и вот то же самое с артемию немножко случилось чуть-чуть широко отвечая на ваш вопрос ну вот друзья такая вот история если еще какие-нибудь вопросы есть мы их можем обсудить если вопросиков больше нет тогда мы еще можем делать пожелать друг другу творческих открытий успешные карьеры в области дизайна вообще в области чего угодно я со своей стороны всегда рад помочь это я говорю и уважаемым регионалистам и собственно присутствующим да и я всегда даю все свои координаты по окончанию курсов и всегда от видите отвечать на вопросы что очно что заочно вот наталья спрашивает хочу начать заниматься фотографией пока полный ноль советую с чего начать курс или самостоятельное изучение вы знаете курс или самостоятельное изучение вопрос знаете он скорее даже не про это по моим наблюдениям и как легко заметить даже по присутствующей аудитории в идут учиться на курс в основном девочки мальчики у мальчиков есть такая плохая черта я считаю это плохая черта неправильная черта мальчиком другие признат что они чуть не знают и мальчиком большинство мальчиков они любят покопаться дома позвонить там димону колянской слышали я нихрена не беда запивком разберемся пошарить по интернету систематические знания это чаще получается девочки и честь и хвала тем молодым людям которые приходят учиться на курс что мне кажется это правильно это нормально это систематизировано это полноценно поэтому советую с чего начать курс или самостоятельное изучение если бы вы были наталья молодым человеком я бы вам сказал что наверняка вы начнете самостоятельного изучения чего не посоветую но я вот абсолютно без всякой не кривя душой могу сказать что вот у нас курс да он хороший курс для начинающих фото 1 он отличный курс я на первом же занятии всем говорю что это курс для тех кто действительно реально начинает изучать фотографию с нуля также как на курсу по рисунку найти всегда такая очень смешная история на курсах всех начинающих курсов фотошопа там рисунка живописи фотографии все еще друг друга не знают так спят и так опасно друг на друга смотрят ну потому что кажется что ты пришел ничего не знаешь а все окружающие наверняка сейчас как дадут жару а ты как дурак будешь дальше сидеть всем знакомо это ощущение я вам это вижу и поэтому я на всех этих и подобного рода курсах в первую очередь объясняю что ребята все с нуля сейчас я расскажу что оказывается на свете есть такая возможность получить изображение с помощью так называемого фотоаппарата и что его может даже вот купить из этого момента и поэтому я советую прийти на курс 6 курсов 6 занятий и вы будете нормально фотографировать есть там как наверно знаете и курсы и второго уровня и художественная фотография и кстати завтра не могу не воспользоваться случаем у меня выездной курс который называется московский сюжет мы пойдем гулять по москве вот правда я боюсь что сегодня уже оплатить вам не удастся но у меня это случается периодически так что если чего можно еще и присоединиться добро пожаловать и всегда рад рассказать вместе с нашими преподавателями на наших курсов про фотографию все что только возможно денис спрашивает может подсказать какой шрифт использовать на сайте косметологического салона денис мне кажется что это вопрос и совсем корректный потому что очень многое зависит от стилистики от эстетики до шрифт это очень мощный инструмент и вот не случайно у меня есть курс который называется полиграфический дизайн да где одно занятие посвящено только изучению шрифтов того какие они вообще в принципе бывают как их использовать какая в них заключена вот эта вот энергетика еще одно занятие посвящено каллиграфии то есть умение рисовать шрифты вручную дамы там сидим и просто першком их вырисован чтобы это лучше было понятно знаете поверьте я не то чтобы ухожу от ответа знаете известная история про доктора боткина и про купца доктор боткин был известный диагносты по правdo такие или проко food другу по муп рада ботки на доктор боткин был известный диагност и который умел знаете по внешним признакам очень хорошо болезнью определять но врач хороши один купец а Решил, значит, сэкономить и получить консультацию на халяву. Он к нему как-то пришел и говорит, ваш превосходитель, вот представьте себе такую интересную ситуацию. Вот есть некий человек, и у него есть некоторые вот такие или какие-то симптомы. Что бы вы ему посоветовали? На что доктор Боткин сказал, я бы ему посоветовал обратиться к доктору Боткину за консультацией. Это я просто к тому, Денис, что вы не думаете, что я, так сказать, ухожу от ответа и там на что-то намекаю. Нет, слава богу, я уже давно этим не занимаюсь, у меня в этом нет никакой необходимости. Но я просто считаю нечестным сказать вам, что там Балтика, например. Балтика прекрасный шрифт или там Бадони. Я обожаю шрифт, очень красивый, изящный. Но если я так скажу, понимаете, это будет не правда, не честно, потому что надо, чтобы это все работало вместе со всей системой. Но очевидно, можно сказать, что совершенно наверняка нужны шрифты с засечками, поскольку они смотрятся более изящно. Рубленные шрифты, там, футурист какой-нибудь вряд ли подойдет, потому что он более такой технократичный. То есть можно, понимаете, более-менее вот хотя бы сориентировать вот в плане, ну, какого-то ключевого направления. Про конкретные шрифты я вот все-таки не рискнул поговорить. Лазурский могу посоветовать, если хотите. Лазурский я просто сам очень люблю, он тоже очень красивый, изящный шрифт. Но опять же, вы говорите про сайт, а сайты, как вы, конечно, понимаете, диктуют свою специфику использования шрифтов, правильно? Потому что шрифты мелкие, на экране. Одно дело в полиграфическом воспроизведении, да, где разрешение высокое, другое дело на экране, где разрешение там 1600 на 1200 максимум, да, на самых лучших мониторах. То есть, в общем, тут очень неоднозначная ситуация, но вот такое хотя бы направление я могу вам какое-то, да, вот так сказать. Вот, такая история. Спасибо. На этом мы наше заседание считаем закрытым. Всем всего доброго, приходите учиться. Всегда буду рад вас видеть, если что, задавайте вопросы на других вебинарах.